Продолжение следует... ...с некоторыми вопросами, связанными с социальной концепцией. Да, и вот сегодня, я думаю, продолжить рассмотрение некоторых других параграфов. Вообще, все они затрагивают очень важные темы. И кроме того, что здесь написано в этой концепции, ещё много других аспектов. Аспектов, которые вызывают подчас очень серьёзные дискуссии, и недоумения, естественно, и вопросы. Вот сегодня я хочу с вами поговорить относительно одного из таких, ну, я бы сказал, вечно насущных вопросов, и в то же время по которому идут подчас настолько ожесточённые дискуссии, что даже не знаешь, куда, куда там и где найти двери, чтобы выйти. Речь идёт о проблеме войны и мира. То есть, в конце концов, это проблема не просто войны, сами понимаете, это проблема насилия как такового. Как христианство может оценивать вот такие явления в нашей человеческой жизни? Вот что бы мне хотелось сказать в связи вот с этим параграфом. Ну, во-первых, здесь заявляется совершенно однозначно, что война – есть зло. И что причина этого зла – это злоупотребление богоданной свободы. Ну, положение совершенно верное. Но, как всегда, к любому верному положению можно сказать «Но!». Что же «Но?» Вот всегда ли война есть зло? Сразу первый вопрос. Посмотрите, если бы это было всегда зло, то не было бы войн, связанных с защитой своего Отечества. Ведь можно было просто не выступать там против Наполеона или против, там, Мамая, и против немцев. И всё, и войны бы не было. Просто зашли бы, всё оккупировали, без всякой войны. Так вот, вызывает вопрос – зло или не зло? Когда навстречу нападающей армии, причём явно несправедливой, злой, несущей насилие, выступают защитники. И таким образом начинается война. То есть, видите, проблема чем осложняется? Зло может быть с одной стороны, а с другой, может быть, совсем и не зло. И можем ли мы в конечном счёте тогда всё это явление оценить уже как именно зло совершенно однозначно? Вот это один из вопросов, который, кстати, требуется разрешить. Но вот хочется сказать о причине войн. Вот сказать, что грех – это слишком общая форма. А какой грех? Вы знаете, если мы обратимся к истории человечества, как она описана в Библии, как она дана нам в исторической, светской науке, то всюду, всюду проходит красной нитью одна и та же идея. Все войны обусловлены в основном и в главном двумя вещами. Их больше, но в основном и в главном. Первое – это вот стремление, это алчность, стремление к захвату чужого имущества, чужих территорий, чужих богатств. Второе – стремление к власти. Лучше сказать, стремление к созданию единого мирового государства. Вот обратите внимание, все великие завоеватели, какие проходили гигантские, если хотите, территории, вступали в войны с самыми различными народами. Так, идея – создать всемирную империю. По крайней мере, на тех масштабах понимания мира, который был открыт перед ними. Именно это была идея. И я вам скажу, что в этой идее, как и во всех даже наших самых тяжких преступлениях, всегда есть некий элемент, элемент, на который обращали святые отцы. Есть элемент, который свидетельствует о том, что наши вот эти деяния являются не сами по себе существующими, а являются ничем иным, как извращением того добра, который присутствует в человеке. Вот создание единого всемирного государства, ведь можно рассматривать очень по-разному. С одной стороны, естественное стремление быть всем едиными, иметь единство между всеми народами, иметь действительно единое человеческое общество, в котором бы не было уже некому было бы враждовать друг с другом. Но на самом деле, во что это превращается? В политику установления гегемонии одного там народа или одной личности в конечном счете над всеми другими. Вот это стремление к единому всемирному государству является, мне кажется, самым сильным вот этим импульсом, который двигал множество великих завоевателей мира. И надо сказать, что эта идея в конечном счете, конечно, осуществится. И мы сейчас очень близки к осуществлению этой идеи. По крайней мере, уже такие уже явные призраки. То когда-то было, знаете ли, во тьме, одни мысли, какой-то предрассвет, и непонятно, сейчас уже этот утренний рассвет становится все более прозрачным, и мы сейчас уже видим, как современная политическая ситуация в мире приближается действительно к тому, что мы можем назвать в конечном счете осуществлением этой идеи. Это совершенно очевидная вещь. Так, как ведут себя, например, Соединенные Штаты Америки, это, так сказать, уже не вызывает никаких сомнений. Захват, вернее, разрушение всех тех основных центров, которые являются наиболее значимыми как противники в захвате вот этого всемирного господства. Идёт именно эта кампания. Идёт наращивание мощности для осуществления этой идеи. В конечном счёте, как говорит Священное Писание, это будет не что иное, как новая Вавилонская башня. Как в древности пытались построить башню до небес, так и здесь хотят построить эту Вавилонскую башню единого всемирного государства. Почему это Вавилонская башня? Потому что основывается она не на добре, а на зле. В основе вот этой глобалистской политики лежат совсем не какие-то добрые идеи, а именно извращение добра, присутствие ничего иного, как этой мысли создания тоталитарного, единого государства с рабовладельческим полным строем. и вот с этой точки зрения подумайте, как можно оценивать сопротивление этому глобалистскому напору. Ведь стремление какое? Если будет единое всемирное государство, установится мир. Мир какой? если оценить то, что несет в себе сейчас эта тенденция, если посмотреть на те деяния, которыми сопровождаются эти захват сфер, основных жизненных сфер, посмотрите, информационные сферы, вы обратили внимание, что все основные средства массовой информации, касающиеся особенно политической ситуации, все основные выражают своим единодушием. Я, по крайней мере, говорю о цивилизованном мире, о Европе, Америке и в России. Удивительная единодушие, удивительная единая оценка. В сфере информационном, в сфере политики, в сфере экономики, в сфере культуры смотрите, что творится. Смотрите, вытесняются национальные культуры, наша изумительная по красоте культура, чем вытесняется, вы только посмотрите, какими карикатурами, какими безобразиями. Это чудная народная музыка. Где она? Куда молодежь движется за этими там-тамами? Ничего, ни красоты, ничего. То есть, идёт вот этот процесс, если хотите, уничтожения всего того естественного, и следовательно нормального, и следовательно доброго, что действительно порождено духом народа. Так вот, вопрос. Если действительно будет создано это единое пространство мировое, хотя бы в области культуры, чем угодно, хорошо это или плохо? Совершенно ясно. Я помню, в Индии, когда был, так сколько людей мне говорили, просто с ненавистью, Америка, она уничтожает у нас всё, всё наше лучшее национальное. Прямо вот именно с таким просто гневом. Он уничтожает нашу культуру, нашу религию, наши обычаи, нашу красоту. Так вот, я что хочу сказать, что установление вот такого мира глобального, разумею, под глобализм, американский глобализм. Так? Это хуже действительно всякой войны. Потому что этот мир несёт в себе уничтожение всех тех, скажем, ценностей, которые присущи каждому народу. Представьте себе мага, который подходит к тысячам людей. Каждый человек, индивидуальность различная, проводит рукой раз, вот так, раз, из каждой физиономии стёрта вся его индивидуальность. Все стали как один плоский. Красота, правда? Полное единство. Какой ужас! Не правда ли? Посмотрите, в природном мире, в мире цветов, в мире цветков, в мире животных, представьте себе это, что такое единообразие. Это ужас! Если вам приходилось, может быть, или, может быть, придётся, но я помню, как-то, ну, ходил просто в Англии, ходил и вдруг попал в рабочий квартал. Все дома совершенно все одинаковые. Точно одинаковые, абсолютно одинаковые. Это, представляете, целый район. Вот, знаете, у меня что-то мороз по коже просто пробил. Вот это единообразие. Так вот, оказывается, мир-то может быть хуже войны. Надо сначала определить, что такое война, что такое мир, когда война является злом, когда мир является ценностью. Какая война и какой мир? об этом в концепции написано, да. И я просто комментирую, комментирую вот эти, эти вещи. Кстати, хочу вам сказать, что однажды, когда я вот здесь в актовом зале читал лекцию на эту тему, помню, был задан один вопрос, который, кстати, постоянно задаётся. А как оценивать вот те войны, которые Израиль вёл, когда он шёл к земле обетованной? И когда захватил эту землю? И вы помните, какие жуткие, страшные вещи там происходили, когда вырезали буквально всех. Представляете, там не было пулемётов, автоматов, пушек, всё резали ножами и мечами на глазах у родных, да, отцов, матерей, детей и так далее. Ну, жутко! Библия это описывает. И вопрос был задан такой, как же, как же это понять, что Бог благословил такие вещи? Так это что было? Значит, добро, если Бог благословил или зло, тогда как же понять Божье благословение? Правда, вопрос, который, наверное, и вам, если вы преподаете в школах, то вам обязательно или задавали, или обязательно зададут, и на него какие-то нужно высказать такие соображения, аргументированные соображения. Вот мне кажется, что, отвечая на этот вопрос, можно сказать следующее. С одной стороны, то, что мы всюду находим, что эти народы, окружающие, были действительно заслуживающими по своему образу жизни, по безнравственности, которая присутствовала там, заслуживали таких кар. можно с этим и согласиться, хотя Библия подчас там описывает, какие народы. Удивительные. Помните, приходят разведчики, находят добрый народ, который принимает их с радушием, спокойно, живут, живут мирно, прекрасно. приходят разведчики, видят и видят, что они не имеют никакой армии, оружия, живут прекрасно, приходят и уничтожают этот народ. То есть, были всякие народы. Были злые, действительно, безнравственные, были прекрасные. Как ответить вот на этот вопрос? Вы вспомните, как пророки иногда обращались к Израилю, называли этот народ жестоковыйным, неверным, упорным, богопротивным. Недаром некоторые говорят, что самые страшные антисемиты – это библейские пророки. Потому что такие оскорбления, которые они высказывают там, это больше никто, наверное, не посмеет. В чём тут дело? Для того, чтобы понять вот ответ, я вам скажу так. Вот государство, в нём закон, который требует смертной казни для каких-то ужасных преступников. Закон издан, эти преступники есть. Так. теперь надо найти человека, который будет осуществлять там расстрелы или что там, или повешение, или четвертование. Подходит к одному, и я говорю, что вы, другому, третьему, не могу даже представить себе, что вы. Наконец находится, давайте, сколько даёте? тридцать сребреньков. Фу, давай, давай, хоть десять. К чему я говорю? Даже когда нужно осуществить законную меру, слышите, законную меру, для осуществления её, этой законной меры, меры казни. Нужно ещё найти того, кто согласится на это. Так вот, и там тоже Бог мог посадь бы ангела и уничтожить эти окружающие народы. Помните? 120 тысяч ассирийского войска в одну ночь. Раз, всё, и дело кончено. Посадь болезнь, все поумирали. землетрясение, и все провалились. Ну, правда же? Разве мало средств? А здесь посылается этот народ. И на что посылается? Ещё раз повторяю, только вспомните, какие ужасы, какая кровь, какие слёзы, какие страдания осуществит эту страшную меру уничтожения. О чём это говорит? Вот этот вопрос очень важный. Всё совершается действительно по промыслу Божию. И промысл Божий одинаково благ как к жертве, так и к насильнику, как к поверженному, так и к убийце. Что же здесь мы видим правильного и доброго? Со стороны жертв этих народов нужно сказать только следующее. Да, видимо, их мера духовного состояния, вы слышите, вы уже знаете, какая разница между духовностью и нравственностью. Дело не в нравственности даже, а именно мера их духовного состояния, видимо, требовала, требовала вот этого последнего сильнейшего средства для того, чтобы эти люди могли оценить не только добро, но и зло. Вспомните, человечество послано в этот мир. Почему? Вкушать от древа познания. Вкушает оно от древа познания. Тот, кто не вкусят, и не поймёт всей разницы между добром и злом, не увидит, что жизнь без Бога, без истинного, это действительно для меня зло и страдание. Тот никогда не сможет наследовать вечной жизнью. И так для жертв это было, видимо, необходимо, это познание этого зла. А для убийцы? А для убийцы какое же добро? А вот какое странное дело. Столько людей так и вдруг ко мне подходят и говорят, сегодня вы будете расстреливать приговорённых к смертной казни. Интересно, «А почему я? А почему не он? Почему я?» Бог обращается, «Посмотри на себя, кто ты, если тебе поручается исполнение такой миссии. Не опомнишься ли ты? Ведь, если хотите, вся суть человеческой жизни состоит в чём? В познании своего падения, в познании своей греховности, в познании своей полной негодности как таковой. Только познавший это способен к покаянию. Вы слышите? «Пока я вижу, что я хорош, всё я делаю хорошо, всё нормально, в чём мне кается? В чём мне кается, скажите? А я не знаю, я хороший человек, я даже не знаю, в чём мне кается. Ну, какая-то там мелочь, но у кого её нет. Вы слышите, какой ужас-то! Я ничего не вижу, в чём мне бы особенно кается. Я всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Помните Пушкина? И тот друг мне, такому прекрасному человеку, поручается осуществить эту страшную миссию на глазах матерей резать детей, на глазах детей уничтожать родителей. Кто же я? Итак, почему же Бог повелел еврейскому народу совершить это? Ясно, что не потому, что Бог не мог найти других средств, а потому, что, может быть, с помощью такого средства понудить его, помочь ему, посмотреть на себя и покаяться. Вот эти вот израильские войны, библейские, которые описаны, вы что думаете, только для него одного это всё написано? Библия что только для них написано? Для всех народов. Для всех народов, которые бы захотели вести захватнические, агрессивные войны, которые бы захотели издеваться над мирным населением, посмотри, кто ты, и пока не поздно, опомнись и покайся. Вот, мне кажется, ответ, который можно дать на этот совсем непростой, я вам скажу, вопрос, связанный вот с изображением, библейским изображением вот тех событий, о которых мы с вами говорим. Хочешь спросить, да? Да, да. Скажите, а вот сам израильский народ понимал этот аспект? Он как-то отражался в, может, пророческих словах, что народ обратил все-таки на себя внимание? Или же, не знаю, для меня больше впечатления из контекста складывается, что, наоборот, израильский народ понимал вот в этом посланничестве таком военном, наоборот, Божье благоверение к себе, как бы избранничество? Было ли осознание самим народом, то есть? Да, сам народ понимал это или нет? Ну, вот попробуйте, а как мы узнаем? Из пророческих слов. Ну, вот пророческие слова, помните, какие они были? Они носили обличительный характер. Вот. Это единственное, что мы можем знать. О народе очень трудно сказать. Да. Но вот эти обличения, они свидетельствуют о том, о той тенденции, или, сказать, о той идее, по которой им было поручено осуществлять эту миссию. Потому что пророки продолжали говорить, вы же стаковыны, вы отвергаете Бога, вы неверные и так далее. Вы знаете, мало сказать один раз человеку, мало бывает показать ему один раз. И вот вся эта плеяда пророков, смотрите, она непрерывно один за другим. Продолжали вот эту, ту же самую миссию от обличения и взывания к их совести. Не опомнитесь ли вы, не обратитесь ли вы к Богу, к Богу единому. Мне кажется, что судить о том, как народ реагирует в целом, мы, ну, совершенно мы не можем. А то, что пророки продолжали это говорить, под страхом, кстати, не под страхом, а прямо подчас, под мечом и под пилой, и, я не знаю, под чем, камнями, которыми их побивали. Да. Это свидетельство того, что, значит, в этом народе, в еврейском, был еще вот тот огонек, добрый огонек, как лен курящийся, который можно было и нужно было раздувать, чтобы освободить его. То есть, ведь, видите, к трупу никто не будет обращаться, вы же поймите. Ну, кто будет к трупу обращаться? Не пошлет Бог сказать, проповедуй там на кладбище. Если Бог посылал пророков, значит, там был этот еще огонек от истины, огонек добра. И то, что он был, об этом свидетельствует пришествие Христа, апостолы, Богоматерь сама, честнейшая Херувиму. Посмотрите, праведные люди, которые там Иосиф, там, Никодим и другие, которые, то есть, это был, значит, значит, какая-то часть, как всегда, часть о полном и говорить не приходится, о целом народе. А была, значит, это все-таки были люди, находились люди, и подчас даже много. Помните, Илья Пророк бежал? Один я остался, и моей души ищут. Что им было сказано? Ошибаешься. Сколько там тысяч? Пять? Семь тысяч. Вот, еще семь тысяч человек не преклонили своих колен перед Ваалом. Помните? Так она идет, история. Это в каждом, я вам скажу, народе так. Вот, чем иногда Бог попускает убийство. Убийца не опомнится ли? И сколько мы знаем из истории, даже из истории святых, когда именно человек, совершивший страшные вот такие деяния, наконец, друг осознавал, что он наделал и приносил величайшее покаяние, которое даже трудно представить в обычном человеке, который ничего особенного не делает. Вы теперь понимаете, что какое самое страшное состояние человека? Почему так в апокалипсе написано замечательно? Поскольку ты тепл, а дальше-то интересно. не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст моих. Вот, мне кажется, холоден – это как раз, когда вот человек совершает что-то такие тяжелые проступки. Горяч, когда он ревностен, тепл, знаете, в тепленькой водичке, полеживает себе и все. Ничего не надо делать. Я хорош. Я хорош. Правда, пока меня не затронули, естественно. Я хорош. Вот, вы знаете, я вам представил просто один из возможных вариантов решения этой проблемы. Потому что, то, что мы читаем, сказать просто, когда однозначно говорится, что народы эти заслуживали. А чем этот народ был лучше? Тогда что, как его бы надо? правда же? Это не ответ. Ответ кроется, мне кажется, в духовной области человеческой жизни. И вот это позволит человеку совершить тяжкое преступление, так, в расчете на что? Знаете, как терапия, шоковая терапия, как иногда дает же результаты, да, как последнее средство, с помощью которого все-таки еще можно пробудить совесть человека. Вот так. На что еще хочу обратить внимание? На один очень важный вопрос. Свидел с этим параграфом «Война и мир». Есть очень хорошая мысль у Владимира Сергеевича Соловьева. Он пишет, я вам зачитаю, я выписал ее даже, эту мысль. при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, в злой воле убивающего. Мне кажется, очень сильная и верная мысль. Зло состоит не в том, что лишается жизни. И все лишаются жизни, и никто вечно на земле жить не будет. Не само по себе лишение жизни есть зло, а самое главное зло, то есть, и зло именно и состоит в чем? В злой воле убивающем. То есть, можно дойти до такого состояния, когда человек в своей злобе готов убить другого. Вот, оказывается, где есть грех и в чем состоит преступление. Но не мог же преподобный Сергий благословлять на зло. Когда он благословил Дмитрия Донского, разве только он один? Что? Благословили тебя убивать. То есть, совершать что? Зло? Нет. В чем же зло? Не в лишении жизни самой по себе, а в ненависти, в злобе, доходящей до такой уже степени, когда готов убить другого человека. Вот в чем, в чем, где смертельное, смертельное, если хотите, звено вот этой проблемы, проблемы, которые мы называем проблемой войны, насилия и так далее. Злоба как таковая. вот тот же Владимир Соловьев приводит очень интересный пример из истории нашей войны с турками была на Кавказе. У Владимира Соловьеву есть произведение «Три разговора», и он там описывает, в частности, ну, описывает, передает рассказ одного генерала, который как раз участвовал в этой кампании. Генерал этот рассказывает. У нас, у меня были казаки, человек пятьсот и шесть пушек. Мы медленно продвигались за противником. Турки медленно отступали. И вот мы вошли в одно село армянское, и, конечно, были потрясены, что там происходило. Представляете, к телегам привязывали армян, а под телегой разводили, например, костры. Так? И человеком медленно сжигали. Вообще, страшная и жуткая картина, говорит, открылась перед нами. Но одно, одна картина нас потрясла полностью. К телеге, сзади телеги, к оси телеги была привязана молодая женщина, причем привязана так, что не могла никуда пошевелить. Даже голова была привязана. А перед ней женщина была мертва. Никаких знаков насилия не было абсолютно. А перед ней был шест. И к шесту привязан мальчик, маленький, младенец, весь почерневший. Почерневший. внизу была решетка, еще тлели угли. То есть, они на глазах матери вот сжигали этого ребенка, младенца. И вот генерал дальше рассказывает, когда мы это увидели, мы пришли уже в такой гнев, который описать невозможно. И вдруг из какого-то сухого колодца вылезает армянин и кричит, вот они, турки, вот пошли вот туда-то, следующее селение. Мы спрашиваем, сколько их? 40 тысяч, говорит армянин. Я его спрашиваю, где самая короткая дорога, которую мы могли бы их пересечь? Он указал. И он своими пятьюстами казаками и шестью пушками пошел на перерез этой армии. И вот и действительно мы успели. Вышли к другому селению и смотрим, как раз подходят там турецкие эти войска. Говорит, я посылаю группу казаков, небольшую группу, чтобы их заманить. Турки, как только увидели их, тут же бросились в атаку. Говорит, ну, мы уже тут ждали и успели сделать два залпа кортечью. Говорит, если бы турки оказались посмелее, то, конечно, нам бы всем не сдобровать. Но они испугались. Остановились, повернули вспять, мы еще дали залп, а потом я отдал команду броситься на них. Оказалось, не сорок тысяч, а четыре тысячи турок. Так? Но дальше что говорит генерал? Я приказал рубить всех беспощадно. И он заканчивает свою беседу, этот генерал. Я человек грешный и знаю, что я грешный. Но скажу вам, пожалуй, это единственный поступок в жизни, за который я не чувствую никакой вины или ответственности, который я рассматриваю как великое доброе дело. И когда я вспоминаю об этом, у меня в душе начинается песнь «Христос воскресе». Вот так передает генерал это событие. Какова идея? Соловьев хорошо здесь показывает, что есть личная ненависть и злоба, а есть положительные свойства у человека – праведный гнев. Есть это? Есть. Если хотите, в Евангелии непрерывно мы находим, как Христос воззрев, помните, с гневом, посмотрите, сколько раз Христос с гневом именно обращался к евреям, вот этим лицемерам, фарисеям, книжникам, законникам, вплоть до того, что из храма, помните, в храме продающих покупающих сделал кнут, кнутом начал гнать и столы опрокидывать. Ой, как было бы здорово сейчас бы сделать бы тоже. Но его бы тут же бы арестовали бы, конечно, сейчас Христа бы, конечно, тут же бы, не в сумасшедший дом бы отправили. Но это было бы очень бы здорово. Так вот, видите, праведный гнев возможен, он есть, он присутствует в человеческой душе. К великому сожалению только что происходит? Часто этот гнев против преступления оборачивается у нас на человека, и мы начинаем изливать уже злобу на человека, то есть переходит в зло. Гнев переходит в зло. Рядом стоят они по внешним своим проявлениям ничем могут не отличаться друг от друга. Ничем. По своему содержанию принципиально, принципиально видим различия между тем и другим. Итак, есть злоба, и это грех. Есть гнев, и это добро. что происходит во время войны? Никто там друг друга не знают противники. Никто лично не знаком, никто друг друга не оскорблял, не совершал друг против друга как личности никаких пакостей. Идет речь о чем? Не о личных отношениях, совсем о другом. если говорить о войне патриотической, то что делает воин? Он борется с тем злом, преступлением и насилием, которое идет на его народ. Вот с чем он борется. Люди в данном случае оказываются только носителями этого зла. Противник. Только носители. у него нет злоба по отношению вот к конкретным людям, еще раз я говорю. Так что он борется со злом как таковым, а не с человеком. Человек только является носителем. Более того, скажу вам, тот воин, который видит, то есть и знает, и он стоит на своем месте, который не противится этой агрессии, этому наступающему злу, этой, если хотите, несправедливости, которая движется на его народ. Тот, который не противится и который не убивает, совершает грех. Вы слышите? Совершает грех. Он совершает преступление. Он предатель. если он не убивает тогда, когда это требует военная необходимость. Речь идет не о пленных же, конечно. Речь идет о сражении как таковом. Тогда он совершает преступление и грех. Вот, оказывается, интересные какие вещи. Грех в том, если он не убьет. вот негодяи движутся, так, сейчас всех растерзают, а я убивать не буду. Кстати, вы знаете, такая концепция есть – непротивление злу насилием. Вот одна из тем, если хотите. Иоанн Креститель и Лев Толстой. Что говорит Иоанн Креститель воинам? Помните? Не обижайте никого, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием, но ни слова не сказал, чтобы не воюйте, а ставьте военную службу. И что говорит Лев Толстой? Не против все злому. Мы однажды встречались с одной американской так называемой церковью, протестантской, у которых все богословие как раз заключено вот в этой идее непротивлении злу насилием. Я помню, какие мы только примеры им не приводили, говорили, вот на ваших глазах, вот ваша семья, ваша жена, там, дочери, все, и вы что будете делать? Ну, уговаривать, что ли? Что вы будете делать? Я помню, ну, различные примеры приводили, но потом, как оказалось, у них нет никакого богословия, полной невежды в богословии, абсолютно. И это единственное, на чем они стоят, нет, нет, непротивления злой силы. Зло, которое не пресекается, но расползается, как рак, и может вообще все поразить весь здоровый организм общества. Вот в связи с этим, если хотите, я вам приведу интересные примеры. Очень любопытный, вот, например, пример из русской войны с французами. Наши воевали с французами еще в 1806-1807 годах, не на территории России, да. И вот однажды Денис Давыдов, помните, он герой войны 1812 года, вот, рассказал, как он на передовой линии затеял перебранку с одним французским офицером. Видите, как тогда можно было поругаться? Вот, да. В общем, затеял перебранку. И вот дальше произошло следующее. В это самое время, он вспоминал, Денис Давыдов. Подскакал ко мне казачий урядник и сказал, что вы ругаетесь, ваше благородие, грех, сражение святое дело. Вы слышите? Сражение святое дело. Ругаться в нем все то же, что в церкви. Бог убьет. Пропадете, да и мы с вами. Бог, какой взгляд был. Ничего себе! Я помню, когда прочитал, ахнул, сражение святое дело. Это не драка, а святое дело. Если вы вспомните войну 1812 года, когда наша русская армия была православной армией, я очень советую вам запомнить. Говорят, что церковь дает, что церковь делает. А вот что. Шел Наполеон сюда с дванадцатью языков. Что сопровождало весь этот поход наполеоновский суда? Грабежи, насилие, убийство, пожары. Шла просвещенная французская армия, просвещенная, сеяла зло и смерть. Разгромили Наполеона, бежал, русская армия пошла, дошла до Парижа. Ни одного случая насилия, грабежей и уничтожений. Когда русская армия подошла к Парижу, там все в ужас пришли. Что сейчас будет? Знали же, что сделали французы здесь? Никого не тронули. Русские офицеры расплачивались в ресторанах, платили за все. В долги влезали. Вот это да! Федор Ушаков, когда его непобедимый флот подходит к Неаполю, Затем к Риму, высаживаются наши матросы. Все знали, там паника на встрече. Знали, что такое матросы? Победители. Что сейчас будет? И с изумлением смотрят. Они ж никого не трогают, ничего не воруют, не грабят, не бьют. Они просто не понимают. Просто не понимают. То же самое в Риме случилось. Вот что такое православие. Понятно? Не надо никаких больше доказательств, каких-то объяснений. Вы хотите знать, что такое православие? Вот вам факты. Почитайте историю Федора Ушакова, того же Кутузова армии, Кутузовская армия, того же Суворовской армии и так далее. Посмотрите, как вела себя русская православная армия и как вели себя западные армии, просвещенные протестантизмом, католицизмом и, наконец, атеизмом. Я вам скажу, что это просто замечательные факты, имейте в виду. Особенно в школе будете преподавать. Это примеры такие яркие, убедительные, которые прямо показывают, что дает православие. А какого отношения к пленным? Посмотрите, к пленным какое-то было отношение. Офицеров пленных французских приглашали на бал вечерами. Представляете? вот еще один вопрос, который здесь затрагивается. Это сложно бывает отличить войну захватническую от оборонительной. и трудно бывает оценить, кто прав, кто виноват. И трудно оценить, как ведет себя, вот, ведут себя эти воины. Вот этот вопрос, конечно, он отдельный вопрос, но он очень важный. Есть один критерий, который помогает все-таки оценить. это как ведет себя армия по отношению к мирному населению, к пленным, беззащитным людям вообще относится и к их имуществу. Это очень важно, я вам скажу, показатель. Я вам вот сейчас описал, как русские, которые могли бы сделать все, что угодно с Неаполем и с Римом и с Парижем, что как вели себя. И как вели себя вот те, сразу ясно, кто агрессор, кто совершает зло, а кто действительно совершает добро, святое дело. Повторяю, вот эти слова урядника замечательные. Да. Сражение – это святое дело. И война оказывается святым делом. И эта святость сразу показывает себя в чем? В отношении армии, в отношении армии, к населению и ко всем тем беззащитным людям, с которыми она соприкасается. То есть, война должна вестись как? С гневом праведным, но не со злобой и не с алчностью, не с похотью, не с захватом этого всего и прочими порождениями ада. Война правильная – это священное и святое дело. Ну, вот еще, может быть, одно, о чем мне хочется сказать, которое связано с этой темой, но которая здесь не отражена. Просто мы не могли в эту концепцию все включить, вы сами понимаете. Вот. Но вопрос, который чрезвычайно важен и который надо учитывать. Вы знаете, что вот в советское время до Перестройки, когда русская церковь вела диалоги, богословские диалоги с очень многими церквами, мне тоже приходилось участвовать. Я вам скажу, во всех этих диалогах, видимо, по приказу сверху, обязательно одна из тем всегда была эта война мира. Миротворческая тема. Это всегда была. Какая-то богослововская вполне тема и обязательно миротворческая тема. Это всегда. Да. И вот здесь мы встречались с очень интересными подчас явлениями. А что прежде всего обращает на себя внимание и обращало? вот опыт показал, стало понятным, почему атеизм произошел все-таки на Западе, а не у нас. Почему там именно источник атеизма, материализма и так далее. Что, почему там борются против войны? Вот вывод. Можете, кто-нибудь вам скажет иначе, но у меня вывод именно такой. Знаете, почему против войны борются там? Совсем не потому, что это духовно человека искажает, а потому, что война мешает хорошо жить. Жить, вот, просто жить. Тебя могут убить, могут отнять твое имущество, понимаете? Разорить твое хозяйство и вообще мешают тебе жить вольготно и свободно. Есть два понятия мира, пожалуйста, запомните это. Их можно великолепно выразить терминами библейскими. Одно из этих понятий хорошо выражается еврейским словом шалом, другое понятие также прекрасно выражается греческим словом ирини. И то, и другое оба они переводятся как мир. Более того, скажу вам, что если с еврейского перевести на греческий, когда будет вот шалом, переведут ирини. С греческого на еврейский переведут ирини, переведут, будет шалом. Скажут, это какая разница? Разница очень большая. Вы знаете, что, например, греческое слово мистикос, как перевести на латинский? Что будет? Окультус. И если вы найдете, что Макарий великий, это великий мистик православный, да? Ну, переведите теперь на латинский язык. Великий оккультист? Что за ужас? Вы видите? Оказывается, играть со словами нельзя. Это опасное дело. Мистик и оккультист – совсем разные вещи. Так и здесь. Что означает собой шалом? – это библейское слово, ветхозаветное. Он означает ничто иное, как благоденствие земное. Если взять по существу, это благоденствие, в котором одним из элементов, который является, и отсутствие войны. Естественно. Какое благоденствие, когда там война? Что означает Ирине? Мы обращаемся куда? к Новому Завету. Новозаветный. Мир мой даю вам не так, как мир дает, а мир мой даю вам. Мир, превосходящий всякое разумение. Шалом говорит о мире внешнем, земном. Ирине говорит о состоянии души, препобедившей страсти. Ведь страсти беспокоят человека. Страсти не дают человеку возможности найти спокойствие души. Мир души – это победа над страстями, очищение души. А теперь посмотрите, что следует из того и другого. Были очень случаи, знаете, не буду рассказывать, сейчас нет времени, но на запресс случаи были очень интересные, когда такие были дискуссии, вы себе представить не можете, гневные. Что такое борьба за шалом? Это борьба за благоденствие. Но разве мы не знаем, что такое страсти? Да, мне хорошо все, но у него лучше. Это ужасно. Это ужасно. Страсть неискорененная сразу потянет его, но нужно захватить у него, отхватить нужно вот то-то и то-то. Шалом сам по себе это ненадежное средство, совсем ненадежное средство для сохранения даже мира. Вы слышите? Между народами. Америка кажется, религиозная страна. И посмотрите, борется за шалом. Как? Афганистан, Сербия, Ирак, теперь на Иран смотрят. Ух, какой шалом! Правда? Там, где нет победы над страстями, невозможно установить мир на земле. То есть, можно, но как насилию под страхом смерти, создание единого государства и жесточайшее пресечение любых проявлений преступности. Ирине, Ирине, мир души, который рождается из покорения страстей, очищения от них сердца, этот мир действительно даст и шалом! Потому что этот мир Ирине несет в себе любовь, любовь к любому человеку, независимо от его достоинств и недостатков. Вы слышите? Стяжание этого внутреннего мира приносит благо как внутреннее человеку, так приносит и благо окружающим. Помните золотые слова Серафима Саровского? «Стяжи мир в душе своей и вокруг тебя спасутся тысячи». Спасутся не только в смысле вечного спасения, а человек, стяжавший мир, он действительно умиротворяет и окружающую всю среду самих людей. И вот я вам скажу, почему об этом говорю. Вот богословские были собеседования, диалоги, и все время речь шла о чем? О шаломе. Если бы вы знали, редко-редко, когда удавалось, с огромным трудом, когда в скобочках могли поставить и Ирине. В скобочках. «Не нужен нам Ирине, нам нужен шалом, ванна с теплой водичкой». И дальше спеть песенку. «Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья, ничего мне на свете не надать». Вот оказывается, за что люди не понимают, и вот эти уже западные люди совершенно не понимают, что, когда нет почвы, духовной почвы в человеке, невозможно создать внешнего мира. Должна быть духовная база создана. Ирине вот за что надо бороться. Обращение человека именно к этой стороне жизни, тогда только есть надежда, что можно будет и установить и внешний мир. Вот каким путем можно прекратить только войны, если хотите, законным путем, нормальным путем, а не с помощью каких-то чисто внешних внешних средств. Ну вот, друзья, это то, что я хотел вам сказать по поводу этого параграфа. Да, ну, ничего, еще у нас с вами, еще я хотел поговорить с вами относительно тут другой параграф преступность, наказание, исправление. Он очень, так сказать, созвучен здесь, стоит рядом с этой темой. На что здесь обратить внимание? Преступность, наказание, исправление. Как церковь оценивает возможность наказания и исправления? Конечно, христианство говорит, что главная задача – это исправление человека. Наказание же должно быть не актом мести преступнику, а как следствие содеянного наказания, то следствие содеянного, которое только по нашим человеческим меркам может дать человеку возможность осознать тяжесть совершенного им поступка и помочь ему, если хотите, покаяться и исправиться. Вот как церковь смотрит на наказание. Поэтому эти наказания могут носить различный характер. И один из вопросов, который рассматривается здесь в концепции, это вопрос, такой очень больной вопрос, это смертная казнь. Возможно ли смертная казнь? Я вам прямо скажу, что в нашей комиссии мнения разделились примерно пополам. Одни были решительно против смертной казни, другие считали, что она необходима. Все согласились только в одном, что наказание должно быть, но наказание как исправление. Еще раз повторяю, чтобы помочь человеку осознать. аргументы, наверное, вас интересуют, какие аргументы приводились. Те, кто были против смертной казни, говорили, что человеку нужно до конца оставить возможность, жизненную возможность, не покаяться ли он. Нельзя отнимать жизнь до тех пор, до тех пор, пока еще, так сказать, процесс, как нам кажется, жизненный процесс не закончился. Мы можем потом лишить человека жизни, подчас бывает, по несправедливому даже обвинению. И вообще, это, так сказать, нечеловечно отнимать жизнь, насильно отнимать жизнь у человека. Вот основные аргументы против смертной казни, за смертную казнь. Аргументы такие, во-первых, нигде и никогда в истории церкви она не осуждалась, смертная казнь. В Библии нет нигде никаких осуждений смертной казни. В истории православных государств смертная казнь существовала. Самое большее, с чем выступала церковь, в лице обычно предстоятеля церкви, это то, что у нас на Руси называлось печалование. Слово печалование, то есть, патриарх мог войти с ходатайством к государю с просьбой о помиловании в каких-то отдельных случаях. Но это в отдельных случаях, но никогда церковь не выступала против смертной казни. Почему? Почему не выступала? Вот, оказывается, почему. Тот, кто читал с Достоевским знакомы, все помните, наверное, что он был приговорен к смертной казни Достоевский за участие в кружке Петрашевского. И, наверное, помните, как он описывает вот еще же улицу, еще же переулок, еще же ступени, еще же будет зачитываться приказ, этот указ и так далее. Он описывает те страшные переживания, которые сопровождают человека, приговоренного к смертной казни. История показывает, как многие покаялись. Вспомните, как Степан Разин каялся перед четвертованием, перед всем народом на лобном месте, просил прощения. Здесь впервые человек наконец-то осознает, что он действительно смертен. И эта смерть вот она. и большинство каялись от всей души. Дальше какой аргумент приводили те люди, которые стояли за смертные казни, те члены комиссии? Они говорили, когда ее нет, человека приговорили, допустим, по жизнему даже заключение. У него всегда надежда на что? Может, сбежит, может быть, выкупят, может быть, амнистия, может, какой-то политический переворот. Сколько угодно же в истории это было. Что угодно. И мало ли вообще, что еще может произойти. На первый план что выступает? Возможность сохранения жизни, а не покаяния. Вот. И поэтому сторонники этой точки зрения говорили, что, поскольку смертная казнь нигде никогда не осуждалась ни в Священном Писании, ни в истории Церкви, и поскольку вот эти мотивы присутствуют, то ее отменять нельзя, потому что это развязывает руки негодяям. Они, знаешь, не будут живы. И развязывает руки. Поэтому тот параграф, который здесь написан, он носит двойственный смысл. Я вам его зачитаю, и мы с вами зачитаю. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы соступившимися и для его собственного покаяния. К тому же, очевидно, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения, против чего выступали оппоненты. Делает непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь приветствует такие шаги государственной власти. Вместе с тем, она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной судебной системы, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества. Вот так. И то, и другое признают. Так вы видите. И я вам объяснил причину, почему вот такое двойственное, если хотите, отношение к этому вопросу было зафиксировано в основах социальной концепции. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok